Здравствуйте. Здравствуйте на всички. В Нижнем Новгороде, в нашей церкви, в Нижний Новгород, в нашей церкви, тоже излишние финансы появлялись. Все, что излишние финансы случивали. И что мы приняли, решение какое? И какое решение мы приели? Мы понимаем, что слово, можно сказать человеку, а можно еще делом показать. И мы разослали письма по всем учреждениям, социальным, осписы, больницы, детские дома. И сказали им, а в чем вы нуждаетесь? И попросили списки прислать. По этим спискам мы посмотрели, что реально им государство дает, а что им никогда не дадут. Брали эту часть и покупали. И диакон церкви распределял среди всех членов церкви, кто, куда, когда едет. И за пять лет это служение у нас накопилась вот такая пачка благодарственных писем. И вы знаете, так легко говорить о Боге этим людям, когда ты год-два делал какое-то добро, и очень легко воспринимают Слово Божие, благовестие, с удовольствием приглашают. Поэтому вот, если такое начало будет, это здорово. У нас есть традиция в церкви. И у меня традиция в церкви. Мы поздравляем именинников. Поздравляем именинницей. Так что, кто родился в декабре, в январе, поднимите руку. Декабрь, январь. О, сколько людей. Супер. Ну, во-первых, у нас будет сейчас сладкий стол, вкусный, да, от... Ну, да. Вкусный стол будет, да, обеденный. Угощают те, кто родился в январе. А для всех, кто родился в декабре, в январе, у нас будет комната света. А, не надо переводить? Я жду, перевод стою. Значит, будет комната света. Это когда вы приходите в специальную комнату и получите слово от Бога. Лично для вас у нас есть пророческая команда. Команда, кто движется в дарах пророческих. То есть это дар Духа Святого, который, в принципе, каждому человеку дан, кто имеет Духа Святого. И мы для вас высвободим слово от Бога. Так что это такой подарок. Наверное, покушаем, да, и после этого ждем вас в комнате. Да, спасибо большое, что церковь у нас такая одаренная, и что мы служим друг другу. Ну, давайте мы помолимся за финансы, да? Дорогой Господь, мы...